Добро пожаловать мальчишки и девчонки, с вами ваш Невер Мор и мы сегодня посмотрим новую свежую игрушечку, да-да-да, очередной раз, новую очередную раз, свежую, называется Март Бэйс, вышла буквально вот только-только-только, вы не поверите, она не про освоение Луны Юпитера, она именно про Марс, про построение базы, как смел нагло заигнуться сам разработчик, это что-то как марсианский Рим Ворлд, ну и Невер такой сразу вау, давайте поиграем. Второй вау было, когда я ее начал устанавливать, она, Карл, весит 65 мегабайт, вдумайтесь, пожалуйста, 65 мегабайт, проверим, проверим, посмотрим, так, это мы, WASD, прыжочка-пирожочка нет, перекатушка тоже, меню на эскейпе, ад и буль и печаль разработчику, что мешало делать на таб, мы не знаем, но давайте, 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 так, это... Да, это наше, давайте затрем Уууу, красивая красноволосая девочка, добро пожаловать на марсианскую базу, должен быть тот рекрут, которого прислал Мишин Контрол нам, да? Меня зовут Цалана, я краснокузница, краснокузнец, ну, думаю, девочка, значит, краснокузница, которая занимается кованием и выкованием, боже, перевести с английского довольно сложно, материалов на Марсе, да? Выковкой, скажем так, ездить, чтобы сделать свое собственное известное имя А давай начнем На Марсе очень суровенько, и Марс никого ждать не будет Для начала нужно здесь установить базу, и до этого нужны чертежики, и машинки, и разные объекты, да вы что? Не может быть, из-за этого я скажу, что солнечные панельки ставите, я буду просто вообще в экстазе Каждый чертежик требует материалов для изготовления И... Основанием всей жизни, как мы ее знаем, является энергия, водичка и оксидент, кислородик Давайте посмотрим наверху Нас двое человечков, это я и она, это хорошо Энергии 0, кислородика тоже 0, водички 0, 200 монет Хм, это довольно интересно, зачем нам на Марсе деньги? Даже коммунизм и яблони должны свести Плюс, если энергии нет, как она здесь выживала? Может, это наши посмертные глюки? Так, соки Вот те чертежики, вот те материальчики, начинай работать Инженерный инструмент позволит тебе создавать чертежики и строить их Да-да-да, девушка, давай, скажи, что мне нужно сделать? Зашел в менюху, нажал инжиниринг И... Там будет рассказано, что тебе нужно на каждую штуку О, ебой, девочка, да, да-да-да-да Первое, что нам нужно, ссылочная панелька Потом машинка для оксиджена Э-э-э-э И... Водяной танк Боже, водяная конец Короче, бак Бак для того же кислородика Потом, возвращаясь, со мной поговорим Ммм, давайте походим сперва Ракета одна Фаллическая форма Игра намекает на нехорошую Игра намекает, что есть всего два гендера Ну, давайте, посмотрим Инжиниринг мод Да, почему здесь на английском? Русского здесь не завезли. Казахского, чувашского и украинского тоже. Не обижаемся, шо маемо, то маемо. Солнечная панелька. Нам нужно одно железо. Нам нужно два силикона. Без силикона никуда. Знать бы ещё, сколько у нас есть. А, у нас 10 того, 10 того. Прелестно. Я хочу тебя поставить. Давайте это не перфекционно. Немножко выступает на два пикселя, но давайте всё равно здесь поставим. Тунц, сделал. Две энергии есть. Могу ли я ещё поставить? Просто про запас. Или нет? Давайте поставим всё, что нам нужно. Два железо... Кислородная машина, два железо-силикона, два энергии. О, энергия уже тратится. Давайте. Только круголясьем будем ставить так. Чётенько-причётенько, но нечётенько сделали. И для него нужно ещё и бачочек, где это будет всё сохраняться. Я правильно понял, что водяной бачок требует две энергии. Зачем? Идея такая, закачали, всё хорошо. Но производит кислород... А, это ли... Или он делает кислород? Короче, кислородный бак имеет некую связь с кислородом, какую мы поймём потом. Предположим, что ты добываешь, и вот прям вот отседовал по одной линии, пунь, и сделали. Вроде бы есть, вроде всё хорошо. Нам ещё ресурсы остались на солнечную панельку. А то два из двух прям как-то некошерно. Вдруг какая-нибудь солнечная буря, механоиды нападут. Пунь, сделали. Два из четырёх. Я думаю, что если мы протратим все ресурсы, она не обидится и просто даст нам новое. Обучение как бы. Так, давай ещё одну. Пумц, 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 пумц. А, уже силикона нету. Девушка, скажите, пожалуйста, у вас силикона нет случайно? Фантастика. Не забывай, чтобы все показатели были зелёными, немножко больше, чем норма. Вот мы так и делаем. Ты должен быть устал после девятимесячного путешествия сюда на землю. Точнее, с земли сюда. Вот чертёжик домашней базы. И кромфотабельная кроватушка. Построй и отдыхай. Я тебя понял, девушка. Да, материалы она нам даёт. Не зря строили. У меня только вопрос. Если мы летели сюда девять месяцев, то вот просто теоретически, да, нам не могли это всё по дороге объяснить. Или у нас был очень тупой пассажир. Инжиниринг. Домашняя база требует, ух ты, мать-перемать. Здесь базальт есть, здесь есть вода. Как ни странно, ну давай. Похоже на тыковку. Боже, такая штука, точно такая же база была в этой. Игра про Марс. В начале лета играли, да? Точно, без вражин. О, название уже забылось. Нет, чётенько поставил. Слушайте, чётенько поставил. Допустим. Чё это такое? Чё зелёное? Чё так мало зелёного? Энергии хватает? Воды хватает? Всего хватает? Окей. Давай, заходим. Мы построили Тардис. Слушайте, этот Тардис просто чистой воды. Смотрите, он внутри больше, чем снаружи. И снаружи он круглый, а здесь внутри квадратный. Плюс две комнаты. Точно Тардис. Давай, родная, вот сюда ещё инжиниринг мод. Вот теоретически нам сейчас должны дать ещё, 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 ещё. Внутренний интерьер. Декор. Кроватушка для ночного сна. Требование одно железо. Один из четыре силикона. Это у нас всё есть. Прекрасно, прелестно. Делаем, пожалуйста. У меня только один вопрос. Почему она одинарная? Там как бы девушка красивая такая. Да, нам кровать одинарную дают. Нам нужна кровать системы Трахудру. В уголочке. Правда, спиной, точнее, да, спиной к дверям спать нельзя. Шелдон Купер не одобрит, но давайте. Хотеть пойти поспать? Хотим. Ес. Сладких снов. Робот, эти не доверяю, вообще. Я смотрел Космическую Одиссею. Отдельными частями. Роботы там были злые. Инжиниринг. Смотрите, прокачка точно как в Римворлде есть. Готовка. Сражение. Это уже пугает. Инжиниринг. Добыча. Фермерство. Рыбная ловля на Марсе, Карл? Рыбная ловля на Марсе? Не на торговлю, допустим, и гонки, я ещё понимаю, но рыбная ловля на Марсе. Это где? Текущие статы по колонизации Марса. Население 2. Первый Сол прошёл первый день. Здание Удзин. Машин 5. Декор города 0. Некрасиво, но красиво. Фонды всё ещё есть. Если фондов будет не хватать, попросим Илу на нашего маска. Так. А, кстати, мы без шлёма. Слушайте, мы без шлёма. Мы похожи на Иваношку-дурочка. Немножко. Девушка, дайте мне новую работу. Стоп. Девушка поменялась. Скафандр другой. Прическа тоже. О, это ещё одна девушка. Слушайте. Привет-привет. Меня зовут Мистари. Я главный исследователь здесь. Если понравится, то профессора можешь называть. Не, ну, в ролевые игры мы, конечно, играем. Согласен. Моя задача добиться того, что не смогли добиться обезьянки-мартышки дома. Исследовать технологии для... Точнее, у-у-у-у-у. Правильное слово. Облегчение колонизации. Ясно. Вот. Это инструмент для экстракции. Я его только что разработала. Позволяет добывать марсианский материал. Грунт. Грунт. Базальт. Железо. Карбон. Диоксид. Углер. Кислый газ. Теоретически. Прости, меня школьный курс химии. А силикон, он же кремний. И другие материалы из земли. Когда он одет. Использует проверчик, чтобы его юзать. Давай, задание какое. Так раз, что ты здесь, то пойди-ка накопай мне 10 ведер марсианского грунта. Для исследований, само собой. Вопрос всех вопросов. Мы это можем увидеть. Это айтем 100, что у нас есть. Рецепты не то. Плеер. Вот оно. Гаечный ключик, который дабы просто строит. И экстракшн, который добывает. Хорошо. Нет, там реально есть фишинг. Слушайте. Бу-бу-бу. Плеер. Смотрите, фишинг. Две категории под... Где? Где мы будем рыбу ловить? О, смотрите-ка. Работает. Так, если пробежаться подальше. Главное, уставлять следы. А то я знаю, так я вот типа и играю. И потом забываешь, где ты был. А так хоть дороженькая будет какая-то. О, марсианские ступеньки. Здесь были люди до нас. Обязательно поломаем. Ох ты, матрёх ты. Переход в другую зону. Слушайте. Звучит сурово. Причём с двух точек добывать сразу нельзя. Не, не, давайте пока не будем туда идти. Оставим хорошее на потом. Так, спасибо большое. Уже забоял, что назад не пустят. Тунч, тунч, тунч. Вроде были выше. Эй, пардонь-ка. А при переходе из зоны в зону на что добыча теряется? Вот так вот можно заблудиться, потерять всю энергию. Вот эта синяя полосочка сверху. Да, и всё. Финал омбец. А, девушка, позвольте, где вы есть? Айтемс. Марсианский грунт. Это оно? Это оно. Оплодотворённый грунт. Я стесняюсь спросить, что мы с ним делали, поэтому не будем. Можем ли мы построить что-то? Да, можем. Лаборатория для исследования. Проводят всякие разные исследования. Абсолютно любые, потому что не земля же здесь, да? Здесь можно делать что угодно. А, так-с. Боком-раком рядом станешь, что ли, не станешь? Ну, боже. Здесь страдают не только перфекционисты, но и я тоже. Разработчик, пожалуйста. Это было несложно сделать, чтобы оно становилось в одну карл-линию, в одну линию. За что? Оно с этим и с этим не в ладах. Плюс у неё лаборатория больше, чем у нас хата. Не знаю, за какие заслуги. Смотрим внимательно. Энергии тащим, кислород тащим, воду тащим. Ну, давайте зайдём, посмотрим. Расшифровка данных ДНК, найденных в лавовых пещерах. Здесь есть лавовые пещеры. Лавовые пещеры. Это всё про лавовые пещеры, да? О, нет, здесь-то по поводу марсианской атмосферы. Марсианская атмосфера. Я так понимаю, что по два терминала на удну. Боковые не чушные. Не юзабельные. Это что за Mission Control? Что такое марсианский тюб? Так как YouTube, только на Марсе. Марстюб. Окей, девушка, здравствуй. Синие волосы вроде бы ты. Ишь там. Прекрасно. Рад тебя видеть. Рада, что тебе удалось выжить и найти мне нужную землю. Я тебе сделаю новый костюм. Марк 1 называется. Каждое действие в биокостюме снижает в уровне энергии. Мы это поняли уже. Крайн глазика заметили, что полосочка синяя-то убывает и убывает. Как только убывает сильно, нужно подойти и отдохнуть. Такс, подумай о цвете и дизайне своего костюма. Окей, давайте попробуем. О, здесь же имя можно выбрать. Так давайте. Nevermore. Попытаемся это набрать с первого раза правильно. Не факт, что получится. Так. Рой нашли. На полдороге уже. Почти ни разу не зафэлили. Nevermore. Похоже. Confirm. А, воу, фу-фу-фу-фу-фу. Какая прелесть. Здесь можно... Так, слушайте. Сразу-сразу-сразу-сразу делаем. Шлем убрали. Сразу делаем девочку. Так. Голова. Более девочковая. Вот такая. Биокостюмчик. Что мне нравится. Вот такой больше нравится. Плем. Вот такой вот. Таким шлем более подозрительно выглядишь. И само собой, что розовый при розовый делаем. Розовый при розовый... А, стоп, это цвет волос, да? Hair color. Ну, давайте пока... Или потом посмотрим. В домиках все равно мы ходим без плема, без одежды. Цвет костюма тоже нежно-розовый. Спасибо большое. Нежно-розовый ближе к ярко-розовому. А цвет декорчика. Ну, давай. Во! Нежно-розовый с темно-розовым. Красота. Так, сюда ближе, сюда ближе. Что еще есть? Цвет глаз. Можно мне, пожалуйста, красный, как у Волан-де-Морта? Я сказал, красный, как у Волан-де-Морта. Вот. Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. Будем отпугивать мессианскую живность просто своим взглядом. Мне вот такой потемнее. А цвет кожи тема. Жесткая тема. Аккуратная. Не трогаем эту тему. Активировали. Выглядишь просто прекрасно. Кстати, вот тебе. Я разработала небольшого дроида, чтобы помогать тебе заниматься своими делами. Протестируй его, пожалуйста. Второй игрок может контролировать его с помощью стрелочек и клавиши Enter. Боже. Вы меня заставляете играть двумя руками. Так, дроид я вижу. Йо. Я его контролирую. Смотрите-ка, я могу идти в разные стороны. Крутяк. Но с моей координацией это нам не поможет от слова совсем. А это что такое? Что это такое? Я думаю, что это может быть тебе интересным для фермерства. Профессор Мистария и я на грани открытия разработки нового улучшенного удобрения, которое сможет увеличить рост растений до 50%. Ты мне скажи, кто ты такой. Потому что тебя здесь не было. Стремные люди здесь. Задания нам все другие давать будут? Доступ запрещен. В смысле? Я это все дело построю. Какой доступ запрещен? Совеста, поимейте. Это что такое? Эврика. Это... My Next Generation Power Amplifier. Усилитель генерации энергии. Хм... А это в роверы и в ракеты. Понятно. Лучше бы я на ракету дал. Мы повернулись бы обратно на землю. Как-то прилетали мальчикам уже, девочкам. Страшны дела твои. Давайте на улицу выползи. Это что такое? А здесь можно обоградить свой инструмент для экстракции. Для обограда нужен 15-й левел и 250 золота. Где я возьму золото-то? Лутбоксами попахит. Слушайте, лутбоксами. Ну, дроид за нами идет. Это хорошо. Задания нам не дают. Это не очень хорошо. Нам не дали там новое что-то по инжинирингу. Нет, 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 нет. Если мы тупо пойдем вверх, недалеко, аккуратненько. О, мы нашли пещерку, боже. Это похоже на дверь? Или это похоже на дверь? Это похоже на дверь, но она не открывается. Это похоже на три двери. А еще нифига не открывается, и у нас чуть-чуть просадочка идет по здоровью. О, мы углерод здесь собираем, слушайте. Базальт собираем. На разных точках собираем разный ресурс. Ну, ну. Куча добыта. Что ты врешь, ничего там не добыта. Окей, идем по кругу. Идем, бередем сами собой. Маленький плюс разработчику за то, что он сделал эту зону закрытой. То есть даже методом простого перебора, если ты потерялся, ты здесь где-нибудь что-нибудь найдешь. Вот, ступеньки мы уже видели. Сейчас по периметру обгудем. Периметр оказался очень маленьким. Где наша красноволосая девочка? Она нам давала самое темовое задание. Построить, расширить, углубить. Чаще, чаще, чаще. А это такие, сделал лабораторию, все, пошел вон, не мешайся. Мы здесь сами будем работать. С этой стороны даже ничего нету. Вот это Абламинго. Так, давайте выходим на пещеру. От пещеры мы идем четенько вниз. Давайте будем пытать ее. Синеглазую, синеволосую. Еще б дроида-ведроид запустить на самооставительный сбор ресурса, было бы идеально. Так, вопрос их вопросов. Почему у нас просаживается зеленая? Так, кокулины людские комбинируются с марсианским грунтом, чтобы создавать оплодотворенную почву. Короче, плодоносящую почву. Живую. Yes и no. Вы просите меня почву загрузить марсианскую или пококулинать туда? Вопрос снимается, по звуку все поняли. Спасибо, не надо. Причем, заметьте, унитаз здесь не завезли. Так, ты не прибор. Ты не прибор. Обидно, печально. Ну, давайте денечек прождем. Кроваточку отправились. Сладких снов. Oh my. А экстракшн-то растет безбожно быстро. Мы там добыли, мы вообще ничего не добыли. Мы копнули пять ямок. Население базы, плюс два. Здание, плюс один. Можно тупо походить, покачать свой экстракшн. Так, это кокулин стало больше или кокулин стало меньше? Стесняюсь спросить, что во сне, что ли, делаем? А, не, мы, слушай, мы собираем. Мы собираем его в кармашек, Карл. Где это дело? Да, вот они, вот они. Прям с собой носим все свое. О, новичок. Я не новичок, Солана, здравствуй, здравствуй, здравствуй. Снова привет. На Марсе ресурсы ограничены. И нам нужно быть изобретательными. Вот тебе чертежик. Здание Рад Кузницы. Мое любимое. Там можно крафтить новые материалы. You need to craft the materials with the resources. Короче, нужно будет крафтить новые материалы с помощью добытого на земле. Марсианская почва, и она поможет нам чертежиками. И последнее. Ты можешь зазумериться. Серьезно? То есть вот с этого нужно было начинать, что здесь зум есть. А ну-ка, давайте-ка попробуем. Ёш, матрёш. А чё вы сразу не сказали? Я как дурак хожу, теряюсь здесь по дороге. Нет. Там, оказывается, зум был. Сейчас здание будет огроменным заводом. Так, Сарат Кузница. 6 энергии с 6. Вроде бы, да. Вроде бы, в лимит мы влазим. Ух ты, ё, она реально огромная. А давайте линию продолжать. Пока до упора не упрёмся. Собака, он тоже не влазит. Как? Как? Скажите мне, пожалуйста. Почему? Зачем? Кто придумал этот ад? Она не влазит в одну линию. Плюс 5 эксп. Где они взяли брёвна доски на постройку деревянного дома, мы не знаем. А может, Ктулху и не узнаем. Етить колотить. Вот это здание. Во. Давайте самое главное. Плодородная почва. Требует одну марсианскую почву, одну какулину. А можно добавлять? Да, давай добавим. Мы можем сделать ровно 27. Крафт. Загадим весь марс. А что ещё можно сделать? Давай скажем. Очищенный базальт. Требует 5 базальта. Требует 20. А у нас особого базальта и нету. Закрафтили. Что ещё можем? Упс. А очищенный железо. Требует железо, железо не завёзли. Четвёртого всего. Но материалов реально много. Вспоминаешь про родную сабнавчику и думаешь, о, ща пойдут эти длинные ребристые стержни из пластали. Гибридный материал, вот кстати они. Скажи мне, Салант, чё тебе нужно? Мои друзья в лаборатории исследований и я работали над улучшением твоего экстрактского инструмента. Маленькая мини-терроформическая функция, которая позволит тебе делать базовую трансформацию ландшафта. Хм. Про атмосферу не будем вспоминать, они про неё, наверное, не знают. Ты сможешь добавлять блоки стен или вырезать проходной путь. Это звучит стрёмно, я вам скажу, на закрытой карте. Нужно нажать кашечку и активировать мод-терроформирование. Хм. Выглядит вообще интересно. Графония бы сюда немножечко завести, так сказать, чуть-чуть побольше. Чуть выше уровня сеганских игр, и было бы прикольно. А следующая опция это свободный режим. Позволь тебе переставлять структуры, которые уже есть, или перерабатывать их на материалы. Элочка для активации и девактивации свободного режима. Девушка, ты понимаешь, что я уже забыл, какую-то клавишу первую говорила? То есть, вроде там был АК, но я серьёзно уже не помню. А-а-а. Иди и твори. Ну, сейчас как затворю. Так как затворю. А, таки да. Таки да, таки да. Что у нас есть? Это... Это марсианская дорожка, или это марсианская, я не знаю, что это такое. Нужно больше почвы. Может, это дорожка реальная? Ну, предположим, что это дорожка выглядит красиво. Ну, что мы дели... Или мы копаем? Если мы копаем, то этот зачем нам? А здесь копнуть мы можем? Можем. Мы можем её копать. А можем не копать. А ты скажи, что нам нужно? Мы это и сделаем. Я понимаю, что ранняя версия игры, но, знаете, вот где-то здесь сбоку неплохо было бы цель игры. Сделать то-то, то-то и то-то. Песочница, это вам не здесь, это вам Стар Дьюэль. Так, оно же такое. Это стеночка реально? Хм. Это реально стеночка с потыкалочкой. Поверх одна другой не ставится. Окей, допустим, мы тебя поняли. Дальше что? Перебраться уже не можем. Застроить родной домик и сдохнуть с досточением. Здрасте, мордасти, хотим поспать. Плотких снов. Экстракшн не безбожный экстракшн растёт, а мы реально можем накопать на 15 ловел экстракшн и сделать инструмент получше. Начнём с этого. Так, новых не завезу. А мы на ракете можем вернуться на землю? Типа мини-Таиланд сделали всё хорошо. А, давайте подряд, 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 подряд. Вроде как, сколько мы можем заэкстрактировать? Наверное, бесконечно. Долбём-придолбём, долбём-придолбём. и так, лабораторию или салона. Салон, давай ты. Мы твою технику освоили, чё расскажешь? Нашла новые материалы. на некоторые вещи нужна ещё кукурузка. Да, это становится сложнее. Биопластик, бог ты мой. Чё здесь? Гибридный материал, на этом мы тоже не можем ничего сделать. Короче, нужно идти в лабораторию и проситься там. Типа, дайте нам, болезненно, пожалуйста, чё-нибудь такого поработать. А то убогие мы. Робот, кстати, клинит. Робот тупо клинит, не может заехать на второй этаж. Лабораторные мои животные. Давай, пускай меня вверх. Девочка с синими волосами. Мельхериан, или как это на тебя звали? Развивалась ли жизнь на Марсе? Илону Маску это дополнительно неизвестно. Так, не надо. Дайте мне, пожалуйста, должно подержать это тело. Квест. А прошёл слушок, то недалеко... Была тут марсианская база до нашей базы. Я сейчас занят там, но может быть можешь пойти и поисследовать за меня. Исследую открытые руины на тему «Найди вторую базу» и принеси либо артефакт, который найдёшь. Да, без балды. Слушай, без балды. Других-то заданий всё равно нет тут. А вы список квестов нам, пожалуйста, загубенивайте или нет? Итемс, опшнс, опшнс, может быть, нет? Где-то я вас видел списком людей, которые здесь есть. Вот оно. Нет, вот. Принеси три артефакта из открытых равнин и их окрестностей. От профессора ничего нету. Ну, давайте сходим. Энергии вроде много. Как улин на сборник ещё не заполнился. Здесь мы всё вроде бы исследовали. Давайте вот по ступенчикам и открытой равнин, которая на востоке. Не найдём вторую базу, найдём мордор. О, нашли вторую базу. Читоск скролл этот зум животворящий делает. А вот это, по-моему, уже есть артефакт. Дай мне поближе. Вау, это подземный левел, боже. Тот, чего не завезли в настоящем реморде. Хотя, слушайте, завтра же ДЛЦеха выходит. Или вчера вышло. Смотря кто когда пишет и смотрит. Интересное устройство. Похожие, но отличаются. Нужно ли попробовать декодировать его и скачать информацию с этого устройства? Да. Если это будет местный доступ в арнохаб, то конечно же да. Скачано успешно. Нужно вернуть на базу. Не знаю, засчитывается этот артефакт не засчитывается? О, секретный проход. Иди шмотришь. Два секретных прохода крыл. Это лабиринты тену леса. Не-не-не-не-не-не-не. Давайте-ка на север прочекаем старую марсианскую базу. Там же будем думать что делать. Если робот потеряется, не страшно. Так, не промахнуться. Вот сюда. Ну, что сказать. База была. Возможно когда-то. Была-была, но не родила. Здесь тупо ничего нету. Я хочу найти что-нибудь интересное. Вот эти бочки со светящимся радиоактивным топливом, они считаются чем-то интересным или нет? На юг, кстати, тоже нельзя. Химикат заморожен, но немножко светится. Для чего-то использовали? Забрать с собой анализы? Забрать, конечно. Ну, что, робот, ты потащишь. И Микатик. давайте на север еще пройдемся. Раз нам юга закал... О, мы нашли марсианина. Скажи мне идти, ты ли это? Костик гуаноиды на марсе. Я больше задумался о том, что он без скафандра. Забираем с собой. Да-да, робот, ты тащишь, не сомневайся. Что здесь есть еще? Главное, что читы здесь нет. Переход в другую зону здесь нет. Давай, тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп. Кстати, пока мы не добываем еще, у нас очень даже все путем. Энергия падает только при добыче. Жраться, питься нам особо не нужно. О, лабиринт, лабиринт, лабиринт. Может, ты нас куда выведешь? А, ну давай, не жр. А, даже не лабиринт. Я испугался закрытой комнаты. Разве что там боковой проходик есть, но это очень сомнительно. Так, давай, тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп. Эть, а там ничего нету. Ну и замечательно. А тюпаем дальше. Да, раз-два, 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 змейка и вверх. А вот она и база-то старая. А, па-па-па-па, не тронь меня, извращенец. Догнал таким. А, ты выжившая с альфа-базы? Я тебя не узнаю. Мишан, у тебя один глаз, вообще надутый красный. Удивительно, что ты кого-то вообще узнаешь. А ты не знаешь про альфа-базу? Я был одним из ученых на альфа-базе, которые изучали разные технологии и делали прорывы. Все шло хорошо. Но сейчас будет но. А потом что-то случилось. Аномальные существа стали появляться из недр земли в пещерах. А нехрен базу-то в горах делать? Но все же, которые молоды гранили, знают, что жуки вылазят. Карл, жуки. А я стал добровольцем, чтобы стать первым человеческим киборгом. Ну, чё сказать. Мог стать девочкой-волшебницей, стал киборгом. Не так тебя жизнь воспитала, чувак. Не так тебя жизнь выступала. Воспитала. К несчастью, странные существа захватили базу и всех, соответственно, съели. Я сейчас защищу уставшихся, выживших. И не буду знать покоя, пока не найду никого. Радио не пробовали использовать? Ну так, на минуточку. Вдруг с землей связаться? Мало ли чём. Здесь вылазили, скорее всего, эти жуки. В дыре. А мне ортез. У них печь для пиццы была, гады. Какие, а? Мы там перебиваемся, как у линей с землёй, у них печь для пиццы была. И я не вижу третьего артефакта. Как бы это ни было грустно, но его тут тупо нет. Хотя, стоп, компьютер может считаться артефактом. Мишань, здоровья тебе, добра, да? Оставайся. Жив будешь, мы к тебе вернёмся. На родную базу. Посмотрим, чё нам скажут. Ну, здравствуй, девушка-красавица. Чё нам расскажешь? Ммм, всё во вселенной взаимосвязано. А более конкретно по делу. Вест. Ты вернулась и что-то с собой принесла. Ух ты. Там действительно была другая база. То есть ты меня посылала туда просто на отвали, да? Какая интересная девушка. Интересно, что с ними случилось и почему нет информации о том, что они куда они вообще исчезли. Где все записи? Для анализа того, что ты принёс, нужно будет некоторое время. Иди отдохни. А потом, может быть, нужна помощь ещё с другой миссией. Спасибо. И тебе спасибо нам дали, по-моему, золотишко. По крайней мере, значок похожий, но монет не добавилось. Ну и чё сказать, делаем паузу, друзья. Если вдруг вам это понравилось, то пишите. Пишите комментарии, мы это продолжим. Игра такая, знаете, ненапрягающая. На пару-тройк вечерочков залипнуть пойдёт. Не ремонт, конечно, но весёленько. Опять же, не забываем про наш телеграм, дискорд и контакт. Ссылочки под видео в описании. Ну и всем молодежи, до встречи. Увидимся немножко попозже.